Добрый день дорогие друзья, в эфире PLNFM, информационная итоговая программа по скриптуму о том, какой была неделя минувшая, вам расскажем мы, Любовь Кузнецова. Всем добрый день, по традиции напоминаю, что нас можно слушать на 102.6 FM, это радио, нас можно смотреть на YouTube-канале PLN TV, нас можно смотреть в группе Псковской ленты новостей ВКонтакте, а читать, конечно, на сайте Псковской ленты новостей и в социальных сетях группа PLN ВКонтакте, телеграм-канал Псковской ленты новостей, телега МК в Пскове. В общем, читайте, смотрите, слушайте, получайте новости, как вам удобно. Ну а пока вы там занимаетесь посадками в день первомайских праздников, мы обсудим, чем была примечательна неделя минувшая, и вот они основные ее события. Меньше споров не стало, безопаснее пока тоже. Регионам разрешили усыплять бездомных собак. Конкурс плюс тайное голосование равно новая схема выборов глав муниципальных округов. Она была определена на сессии областного собрания депутатов. Быть или не быть, Псковский театр кукол рискует остаться без обновленного здания. В чем причина? Наработала на НЕУД. Депутаты собрания Новоржевского района поступили по примеру пустошкинских коллег. Поставили главе первый НЕУД. И дороги, и мосты в Пскове стартовали дорожные ремонты. Как это пережить? Ну и, конечно, комментарии нашего политического обозревателя Александра Савенко в политическом блоке. Телефон наш 567372. Ну, я еще раз повторю, руки у вас, конечно, заняты, так сказать, шансовым инструментом на даче. Мы все понимаем. Будем сами вести дискуссию. Костя, давай. Да, начнем по традиции. Вот тут традиции соблюдаются. Дайджест последних семи рабочих, в общем-то, дней. Секретарь Генсовета Единой России, первый зампредсовета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак, предложил президенту Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий. Сейчас эта дата, в общем, установлена во многих регионах, но она носит такой вот, ну, что называется, традиционно сложившийся характер. А вот, по мнению Андрея Турчака, федеральный статус этого праздника окажет бойцам дополнительную моральную поддержку. Ну, и да, в Псковской области жители, которые принимали участие, как это принято говорить, традиционно поздравляют с Днем ветерана боевых действий именно 1 июля. Ну, посмотрим, вроде бы идея нашла одобрение у президента. Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Ну, тут, наверное, про справедливость этого решения и говорить не будет. Не будем. Так президент отреагировал на предложение вице-спикера Совета Федерации, секретаря Геносовета Единой России. Да, Андрей Анатольевич был плодовит на минувшей неделе. Ну, и он же глава рабочей группы по вопросам СВО и наш сенатор Андрей Турчак. На встрече с главой государства политика обратила внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось. И в положении мобилизованных контрактников и добровольцев в этой сфере сейчас остаются диспропорции. Все-таки кое-какие. Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился. А контрактник только если он непосредственно на передовой. Андрей Турчак предложил провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Ну, очевидно, точечно будут выравнивать, а мы за этим будем следить и в дальнейшем. Регионы получат право на усыпление бездомных собак, но не всех, а только тех, которые нападают на людей. Вот такой законопроект Госдума намерена принять в первом чтении практически сразу после праздников, 16 мая у них будет сессия. Документ предполагает, что предполагает наделить губернаторов в законодательные собрания регионов правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на своих территориях. Вот, собственно говоря, видимо и наш региональный парламент будет принимать какой-то соответствующий нормативный акт, и там будут все эти условия прописаны. Вот это, на самом деле, вызвало достаточно большую дискуссию в обществе, ну, потому что вообще тема усыпления живых существ, это раз, да, она достаточно такая неоднозначная и болезненная для многих. Потом вот этот вот момент усыплять бродячих, которые нападают на людей, то есть нужно будет определить, да, бродячая ли она на собака там нападает, или она там просто пробегала. Что такое нападает? Мимо пробежала, посмотрела или накинулась? Да, или она на тебя, как бультерьер, просто молча смотрит, и ты не понимаешь, ты уже вот как в пищевой цепочке ее, или она просто сквозь тебя смотрит. Ну, в общем, тут вопросов достаточно много, и предполагается, что регионы должны, в общем, сами определить то. Это не значит, что обязательно будет вот эта вот эвтаназия собачек, но эксперты вот склоняются к тому, что в небогатых, скажем так, регионах, а наши-то как раз к небогатым и относятся, могут как раз принять вот эту эвтаназию, ну, просто как самое дешевое средство. Да, альтернатива-то какая? Создавай зооприюты и содержи их, правильно? Да, да, дополнительно стерилизация. Ну, любая операция, она в любом случае будет стоить денег. С чипированием вообще тема мутная какая-то, стерилизация это дорого, насколько я знаю, вот. Ну, а содержание, мы периодически новости читаем на Псковской ленте новостей о том, что вот тем приютам, которые есть, им постоянно не хватает денег там, продуктов питания для собак, волонтерам, да, все это как-то вот на таком волонтерском, уровне, в общем, короче говоря, эвтаназия собачек весьма-весьма вероятна, 16-го будут принимать, соответственно, в Госдуме закон. Ох, ребята, очень спорно, из двух зол меньше, где меньше, это, конечно... С одной стороны, это вызвано, да, вот участившимися случаями нападения собак, там есть случаи разорванного в прямом смысле ребенка, не в Псковской области, а там где-то за Уралом, не помню, регион, ну, в общем, тут мнения разошлись. Да, да, дилемма очень сложная. К новостям региональным обратимся мы далее в нашем дайджесте. К сессии областного собрания депутатов, которая закрывала неделю, закрывающую месяц. Несколько знаковых тем, значит, с этой сессии. Парламентский час депутаты посвятили дорожной теме, теме ремонтов, уже проводимых и в целом запланированных на этот год. С информацией о том, какие контракты уже заключены, а какие запланированы, где и как долго будут продолжаться ремонты, выступил руководитель регионального дорожного комитета Станислав Стармолотов. По его словам, в нормальном, нормативном, правильно читать, состоянии сейчас находятся 40% региональных дорог. Нормативные, это значит, не совсем убитые, нет вот этих ям по 5 сантиметров глубиной и какого-то там диаметра. Где можно пробить шину и так далее. 40 всего, дорогие друзья, процентов. В этом году планируется отремонтировать 200 километров дорожной сети в регионе. На эти цели выделено более 4 миллиардов рублей. Все контракты заключены. Кроме того, в этом году капитально отремонтируют 7 мостов и 9 начнут, завершат их уже в следующем году. Депутаты задали докладчику достаточно много вопросов, хотя нельзя сказать, что вот прям уж горела земля и небо Станислав Стармолотов смотрелся весьма и весьма достойно. Он выглядит очень компетентным руководителем, готовым вот именно на любой вопрос, в принципе, отвечать без подготовки. Он и в студию, когда приходит, без бумажки, как говорится. Да, другое дело, что асфальт часто от этого лучше не становится. Ну да, и денег на эту весьма капиталоемкую сферу хотелось бы больше. Ну вот один из вопросов вам приведу. В частности, вице-спикер регионального парламента Александр Брачков, он, собственно, и стал инициатором этой темы, сославшись на многочисленные и еще бы обращения своих избирателей. Поинтересовался перспективами завершения строительства Северного обхода по итогам парламентского часа депутаты приняли информацию о работе Дорожного комитета к сведению. Ну, а про Северный обход ответ был, что до 27-го, по-моему, года. Да, до 27-го года контракт, там уже в 23-м году будут определенные работы. Ну, опять же, движется эта история. Правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми созданных муниципальных округах приняли депутаты собрания также на минувшей сессии. В муниципальных округах будут избранные собрания депутатов и главы, а также созданы местные администрации. Областной закон определяет численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов в каждом из округов. Ожидается, что муниципальные выборы будут совмещены с выборами губернатора в этом году, и, соответственно, пройдут в сентябре этого года, хотя, конечно, об этом дополнительно, как и положено, сообщит наш избирком. Ну, а как будут выбирать глав на конкурсной основе? Затем в местных собраниях депутаты определят главу тайным голосованием. Ну, и напомню, что восемь муниципалитетов, которые приняли для себя муниципальную так называемую реформу и переформатируют деятельность в округа, это Печорский, Стругокрасненский, Новоржевский, Апочетский, Красногородский, Пыталовский, Невельский и Лакнянский районы. Удачи им, и пусть остальные, наверное, смотрят, думают, надо им присоединяться или остаться в прежнем формате. Это, в общем, вопрос такой, наверное, административный уже, даже не философский. К другим новостям, довольно-таки тревожным и неприятным, финансирование строительства нового здания Псковского театра «Кукол» находится под угрозой. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведевников, ну, раз сообщил, значит, видимо, действительно. В общем, там история банальная, российская, план был, да, был хороший план, но рост цен на работы, стройматериалы, и вот этот первоначальный замысел, к сожалению, он пришлось похоронить. Да, похоронили этот замысел, как нереализуемый, подобрали новый объект, но вот как-то не успел комитет профильный проработать. Вопрос, как сказал губернатор, убедить профильное министерство. Вот, министерство не убедилось пока в необходимости нам нового кукольного, прошу прощения, не кукольного, а театра «Кукол». Есть поэтому большой риск, что деньги мы не получим. И вот что будет с театром «Кукол», либо останется там, где он сто лет существует, либо все-таки какие-то будут третьи варианты. Ну, вот, вариант с таблеткой мы, я так понимаю, хороним окончательно. Так, возможно, но вот это самое неубедимое министерство или не очень эффективно убеждающий наш местный комитет, не хотят. Ну, я, честно говоря, помню споры про таблетку, да. Очень многие, в том числе руководства, некоторые представители руководства театра «Кукол», скептически относились к этой инициативе, так что иногда, может, оно и к лучшему. И многие градозащитники тоже, потому что стена окольного города в 50 метрах от объекта, который идет под реновацию. Там тоже была масса, масса, масса всевозможных вопросов. Куклы опасны для исторического наследия? Не знаю, не знаю. Применений по этой зоне охраны очень и очень немало. К следующим новостям. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Александр Серовин и глава города Пскова Борис Ёлкин, довезли груз для псковских десантников в зону проведения специальной военной операции. На прошлой неделе они также встретились с комдивом, пообщались с командирами и личным составом дивизии, осмотрели условия размещения военнослужащих, обсудили вопросы и получили от военных просьбы. Михаил Ведерников пообещал решить их в ближайшее время и отметил боевой настрой псковских десантников. Ну, об этом надо ли даже говорить. Напомним, губернатор... Не хватало, чтобы у них был не боевой настрой. Вот, если бы раскисли, совсем, ребята, дело было бы худо. Напомним, губернатор нашего региона в этом месяце посещал зону специальной военной операции уже несколько раз. В предыдущей поездке его сопровождали глава Псковского района Наталья Федорова и ее коллеги из Новосокольнического и Апочетского районов. Депутаты районного собрания приняли... Новоржевского района приняли... Чуть не сказала, по вашему прощению, отставку. Признали работу главы Новоржевского района Софьи Пугачевой неудовлетворительной. Двойку ей поставили по итогам 2022 года на сессии, соответственно, собрания 27 апреля. Ну, руководитель собрания в комментарии Псковской ленте новостей сообщил, что это оценка даже не столько по 2022 году, а, в общем, за весь период управления Софьей Пугачевой районом, то есть с осени 2019 года, в общем, конечно, такая тревожная ситуация. В общем, есть комментарии вице-спикера Псковского областного собрания Армена Масканяна и депутата, собственно, Новоржевский район входит в его округ. Вот по его словам, глава района должен быть хозяйственником, а по факту так вот вышло в Новоржевском районе, что большую часть проблем вот этих хозяйств решают главы властей. Ну, кстати, это же у нас в эфире говорила глава районного собрания. Видимо, тут действительно, как говорится, нет дыма без огня. Многие действительно проблемы приходилось решать каким-то таким авральным штурмовым методом. Плохие, откровенно плохие отношения с региональной властью. Да, война и с районным собранием, насколько можно понять. Да, проблемные, в общем, моменты в реализации, в согласовании, реализации федеральных, региональных программ. А сейчас это, в общем, у нас так устроена жизнь, что если ты не вписываешься в эти программы государственные, ты без денег, собственно говоря, остаешься. Вспомним историю, да, с неполучением паспорта готовности к минувшему сезону, зимнему. Там можно вспоминать любой объект. Я помню, что котельные, ЖКХ, вот. Банкротное состояние. Да, там многие, в общем, объекты. Они, если и реализовывались, как-то там, ремонтировались, доводились до ума, то вот путем какого-то подвига человеческого. Полет Гагарина в космос иногда казался полной ерундой по сравнению с тем, как в Новоржеве, что называется, там улицы убирают. Ну, это, в общем, достаточно, конечно, может быть, обычная история для российских голубинок, но хотелось бы вот от этого избавляться-то в 2023 году. Тут надо напомнить еще один момент, что вот в этот же день, да, состоялось решение Кассационного суда в Санкт-Петербурге, то есть, ну, практически уже крайняя инстанция, по бывшей коллеге Софьи Пугачевой, экс-главе Пустушкинского района Светланы Васильковой. В общем, вот, она пыталась обжаловать свой импичмент и, соответственно, не обжаловалась. Сейчас многие наблюдатели, эксперты рассуждают, не ждет ли судьба Васильковой и госпожу Пугачеву. Ну, в общем, посмотрим. Тут, собственно, выборы все равно в сентябре. Округ, округ. Нет смысла, наверное, разбирать ее. Все закончится гораздо быстрее, закончится сентябрем, и все эти неуды, боюсь, что уже просто не успеют поставиться. Ну, это тот случай, когда развод был бы, наверное, облегчением для обеих сторон, и для района, и для Софьи Пугачевой. Очень может быть. Доску памяти писателя Вениамина Каверина на школе номер один в Пскове заменили после обнаружения ошибки. Напомним, что 19 апреля в 121 годовщину со дня рождения автора ПЛН обратила внимание на неверно указанные даты обучения писателя в учреждении. Вот так, благодаря зоркости и неравнодушию наших коллег, нашли закравшуюся ошибку. На доске были указаны 1904 и 1912 годы, тогда как на самом деле Вениамин Каверин в 1912 году только поступил в гимназию. Маловато он было. По-моему, 1901 года рождения, чтобы в три года пойти в школу. Я боюсь ошибиться, например, на такие годы рождения. Как выяснилось, ошибку допустили на этапе замены памятной доски. До осени прошлого года на фасаде висела доска с правильными датами. А что, больше подсмотреть было некуда, я не понимаю. Интересное оправдание. В администрации Пскова пообещали ее оперативно заменить. Вопрос был решен в течение нескольких дней. Но, ребяточки, дело престижа. Надо было торопиться. Это, кстати, хорошо. Могли бы, знаешь ли, сказать, что и так сойдет. Знаете ли, никто уже не помнит, когда родился этот ваш Каверин. А годы ради этого табличку перевешивать могли. Вот не удивлюсь. Зачем нам нужна такая администрация? И я хочу отослать, дорогие друзья, к истфакту, который был снят нашими коллегами из ПЛН-ТВ как раз к очередному дню рождения Вениамина Каверина. Замечательнейший получился материал. Ищите его на ресурсах ПЛН. Ну и последняя новость. Приятная. На позитивной ноте закончим. Ольгинский мост полностью открыли для движения автотранспорта на минувшей неделе. Там пока, в общем, половина моста, она в идеальном уже состоянии. Вторая половина в прежнем. Но ехать стало намного приятнее, легче. Но надо быть внимательнее по центру не разметки, а достаточно широкие водоналивные блоки. Я видел, вот один из них уже, видимо, был, так сказать, соприкоснулся с каким-то автомобилем. Кто-то не заметил. Вторую половину моста планируют закрыть на ремонт в середине мая после того, как будет завершено асфальтирование Троицкого моста. Ну потому что, мы повторимся, да, один и тот же подрядчик работает. Не так много у нас мостовиков-затейников. И, кроме того, в городе стартовали уже дорожные ремонты. Жители улицы Труда это очень хорошо ощутили, улица Коммунальная. Ну, слава богу, что ж, будет хороший асфальт. 128-ю стрелковую начали делать. Будьте внимательны на съезде с круга. У нас эти военные улицы, дивизии, армии, выглядят так, как будто по ним рота танков прошла. Вчера буквально армия прошла. Да, танковая армия на Прохоровку. Вот такие были новости. И, собственно говоря, теперь мы перейдем уже к самым главным темам недели, которые активно и внимательно анализировались нашими коллегами в программе «Дневной дозор». Ну и, собственно говоря, первая же тема имеет прямое отношение к дню сегодняшним. Да, мы не мытые, может быть, нам просто обидно. Мы работаем в день и хотим, чтобы все остальные тоже работали. Так вот, не пора ли отказаться от Первомая? Не пережиток ли это того самого Совка с его этими Кларами Цеткин, Розами Люксембург и кто там еще митинговал за все хорошее против всего плохого? В России, оказывается, более двухсот праздников, ну не все из них, конечно, выходные, но вечно мы что-то празднуем. То у нас день труда, то день отдыха. И Первомай вот выглядит для, в глазах многих, каким-то пережитком эпохи социализма. Мы теряем время, теряем темп, полмая у нас получается таким вот нерабочим, невыходным, то мы чуть-чуть поработаем, потом мы опять отдыхаем. То мы возьмем отгулы и закроем ими вот рассояние между праздниками. Кто-то там отпускает, кто-то за свой счет. В общем, работодатель мучается, потому что он не очень понимает первая половина мая совершенно какая-то нерабочая. Ну давайте послушаем мнение экспертов, насколько они экспертами могут быть в данной ситуации. И первым делом, конечно же, послушаем персека Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко. Тоже Франция против повышения пенсионного возраста, как выступили, да? Мы с ними солидарны. Вот это уже международцы данные. У нас тоже проблем достаточно в отношении работодателей, трудовых коллективов. У нас профсоюзы отмечаются, праздник. Нет, праздник он был и здесь не будет. В одно время это было изменилось. Хотели превратить в 1 мая, типа маёвки, да? Поехали там где-то за город, там постричали, постричали на даче. Нет, это нужно выходить на улицы. Это нужно оставить свои права. У нас будет 1 мая. Нам запретили демонстрацию, но отказали. Не запретили, отказали проведение демонстрации. Сосали, что там, ремонт моста. Хотя уже открыли движение по улицинскому мосту. Мы будем проводить на четырёх углах в 11 часов митинг в поддержку трудящихся за социальную справедливость и в поддержку нашей операции на Украине. Следующий наш эксперт. У каждого общественного праздника есть свои корни. И у Международного дня солидарности трудящихся есть понятная и прозрачная история. Борьба людей за свои трудовые права в форме публичных акций. Вот исторический такой экскурс напоминает председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», историк Лев Шлозберг. В разных странах эта самая борьба, говорит, он проходила по-разному. Где-то публично, где-то в лесах. Подальше от взглядов полицейских. Так или иначе, по его мнению, День международной солидарности трудящихся возник как праздник искренней. Я помню до сих пор, как 1 мая в снег мы стояли на улице Некрасова, ожидая, когда колонна студентов пединститута допустит до Октябрьского проспекта, чтобы мы за полторы минуты прошли перед трибуной и потом разбежались. И это, конечно, изменило понимание этого праздника. Он был естественным в своем начале. А потом перестал быть стыковым. Мне кажется, при любых общественных действиях, вообще при любых жизненных действиях, важно сохранять естественность, беречь естественные события. Пока оно естественное, оно живет. Когда оно становится искусственным, оно растворяется. Поэтому для меня сейчас 1 мая не является тем днем, с которым связаны эпизоды личной борьбы за права трудящихся, за свои права. Потому что у меня их и не было в детстве. Все наши майские демонстрации, это была часть советского ритуала. Советский народ с советской властью за трудовые права не боролся. Поэтому те, кто считает нужным этот праздник сохранять, нужно вспомнить его смысл. А смысл был именно в борьбе за лучшие условия труда. В этом был смысл 1 мая. Притом борьба иногда принимала крайне ожесточенные формы. А потом это все исчезло. Ну вот такое негативное мнение. Еще один комментарий. Послушаем непосредственно, так сказать, руководитель организации, непосредственно имеющий отношение к труду, руководитель псковских прав союзов Игорь Иванов. Давайте, собственно говоря, ему предоставим слово. От Калининграда до Камчатки будут мероприятия проходить. Миллионы людей примут участие в первомайских мероприятиях. Власть будет с нами. Праздник праздником для кого-то, кто, может, что-то не догоняет, извиняюсь за сленг. А у нас работа. Для нас это все-таки остается день солидарности трудящихся во всем мире. Это день, когда профсоюзы заявляют свои требования, когда говорят о проблемах, когда стараются что-то решить, продвинуть. Здесь тоже целый ряд мероприятий запланировано на территории всего региона. Предварительно в них будут участвовать порядка до 10 тысяч человек. Это и члены профсоюза, и не члены профсоюза. Да, действительно, мы решили, что, наверное, не то время с точки зрения безопасности проводить широкие массовые мероприятия, скопления людей. И вообще вот я здесь солидарен с Михаилом Викторовичем Шмаковым, что, наверное, как раз-таки сейчас надо не просто какие-то декларативные, даже не решения, а лозунги на публичных больших площадках, митинги, шествия. А сегодня нужно конкретное дело. Сегодня от профсоюзов ждут конкретной помощи и решения тех задач и проблем, которые стоят на повестке. Ну что ж, будем надеяться, что профсоюзы от слов действительно перейдут к делу и помогут трудящимся в тех вопросах, в которых трудящимся, вероятно, помощь нужна. Мы, собственно говоря, сейчас будем уже более предметы говорить о политической части, составляющей минувшей недели. К нам в студии присоединился наш постоянный политический эксперт, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. Саша, приветствуем тебя. Добрый день тебе, Саш Первомайский. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть и готов ответить на ваши вопросы, рассказать, собственно, что происходило в политической жизни. Так, ну, в общем, политическая жизнь на минувшей неделе была, выглядела, по крайней мере, со стороны достаточно, я бы сказал, такой насыщенной. Событие, вот то, что мы говорили, в Новоржеве пустошке. И появилась большая статья про псковского губернатора, кто такой Михаил Ведерников, я бы ее назвал, да, или почему Михаил Ведерников она называется. Почему? Почему? Кто Михаил Ведерников? Мы же достаточно давно узнали. Ну, да, может, кто-то еще не понял, но вот, собственно говоря, наверное, предстоит разобраться на втором сроке его губернаторского правления, и, собственно говоря, фактически стартовала губернаторская кампания, и вот в этой студии прошел круглый стол. Да, стартовала губернаторская кампания, и вслед за «Единой России», которая поддержала выдвижение Михаила Ведерникова, ну, вначале на предварительное голосование, но все мы понимаем, что и на выборы идет действующий губернатор, который давно говорил о том, что готов пойти на второй срок. Так вот, вслед за этим процессом мы отмечаем, ну, хоть какую-то активность у представителей оппозиции, и на самом деле, конечно, мы журналисты Псковской ленты новостей, радио ПЛНФМ, представителям оппозиции, помогаем в том, чтобы проявлять эту активность, где-то подталкиваем, где-то советуем, где-то за счет организации площадок дискуссионных, и вот, собственно, стартовал на ПЛНФМ цикл круглых столов и дебатов с участием представителей региональных отделений партий, прошел первый круглый стол, который был посвящен, ну, в целом, можно сказать, губернаторским выборам, но если говорить все-таки о том, как была обозначена главная тема, мы говорили о конкурентных выборах, насколько это реально в нынешних условиях, будет ли избирательная кампания по выборам губернатора именно такой, конкурентной, в чем-то интересной, следует ли здесь ждать каких-то неожиданностей, вообще, в целом, каковы вызовы и угрозы этой избирательной кампании. Пригласили сюда представителей шести региональных отделений партий, все эти партии парламентские в нашей Псковской области, представлены в областном собрании депутатов, ну, и на самом деле, как мне представляется, достаточно содержательно мы провели этот час, обсудили все те вопросы, которые планировали обсудить, и, подводя главный итог, а я же знаю, что вы меня об этом хотите спросить, вот, каков главный итог этой встречи, я скажу так, что, во-первых, представители партий получили возможность обсудить те вопросы, которые их волнуют, а, безусловно, на старте избирательной кампании, главных региональных выборов этого года, ну, всех беспокоят вопросы конкурентной борьбы, вызовов и угроз, обсудили, смогли высказать свою точку зрения, услышали собеседников, оппонентов, ну, я думаю, стало больше понимания у представителей региональных отделений партий в этом вопросе. Что касается слушателей и зрителей ПЛНТВ, то все они получили возможность получше разобраться в том, что происходит, кто-то, наверное, вообще в первый раз узнал о том, что у нас в сентябре будут такие выборы, и кампания, на самом деле, будет стартовать уже через месяц небольшим, ну, и вдобавок все получили возможность услышать представителей основных политических сил региона, как они отвечают на вопросы, как они спорят друг с другом, какие задают друг другу вопросы, я думаю, что было интересно, ну, и, опять же, самое последнее из того, что вот было любопытного и интересного. Олег Бричак бросил клич представителям оппозиции. Оппозиция всех стран объединяется. Совершенно верно. Прямо первомайские лозунги тут у нас на круглых столах звучат. Да, можно сказать, что это апрельские тезисы. Ну, на самом деле, призыв, он, наверное, правильный, мы и сами, я говорю здесь про политических обозревателей, журналистов, по-моему, в ходе любой избирательной кампании говорим о том, что, а что это оппозиция вот так вот действует. Разрозненно имеется в виду. Да, вот если бы они здесь бы сумели бы как-то о чем-то договориться, поделить, например, округа, если это выборы в областное собрание или в городскую думу, то они могли бы достичь какого-то результата. Но поскольку этого раз за разом не происходит, то, мне кажется, и потушший взгляд у тех наблюдателей, экспертов, которые раз за разом об этом говорят, и видят, что никто к ним не прислушивается. Поэтому я думаю, что и призыв Олега Михайловича Бричака, обращенный к коммунистам, к ЛДПРовцам, еще кому-то, ну, единственное, что сказал, что с яблочниками не будут договариваться, да, и мы тут все понимаем. Я думаю, что и на этот раз это призыв такой, скорее, из серии за все хорошее против всего плохого, и как хорошо, если бы все были богаты и здоровы. Понятно, что никто из представителей серьезных системных оппозиционных партий прислушиваться всерьез к этому призыву Олега Бричака не будет, потому что мы понимаем, что по определению это невозможно, чтобы ЛДПР здесь в регионе с кем-то стало договариваться, заключать какие-то предвыборные альянсы. Невозможно. Коммунисты, коммунисты, если и готовы о чем-то договариваться с другими серьезными политическими силами из категории оппозиции, то только с оговоркой, что, ну вот, если вы поддержите, так сказать, нашего кандидата и наши уставные цели, ну тогда, ну хорошо, давайте, мы можем с вами поговорить и провести консультации. Но кто же будет с ними об этом договариваться? Ну и любая, любая из партий, которая, как я уже сказал, является парламентской в нашей области, она на это дело смотрит так. Ну и последнее, из интересного, представитель новых людей, депутат областного собрания Андрей Маковский бросил вызов тем самым коммунистам, которые были представлены в лице первого секретаря обкома Петра Алексеенко, бросил ему вызов, на дуэль, говорит, на поединок словесный приходите, на радиостанцию ПЛНФМ. Армрестлинг. Армрестлинг, программа Армрестлинг. Это, как помнят, наверное, наши постоянные слушатели, это такая постоянная программа, регулярно выходит в эфир в последнее время, когда сталкиваются мнения. Иногда сюда приходят люди, которые не очень друг друга любят, прямо скажем так. Ну и все равно удается усадить их за этот стол. Вот, Люба, там, где сидишь ты, сидит один, а там, где сижу сейчас я, сидит другой оппонент. А я вот сижу вот здесь вот и как-то модерирую, скажем, мягкую дискуссию. Пытаюсь остаться в живых. Иногда получается с трудом, поскольку это армрестлинг, а иногда и, можно сказать, что это какое-то единоборство более серьезное. И, наверное, если бы здесь не было камеры и ведущего, то участники могли бы и в рукопашную. Стаканы с водой стоят в этот момент или на всякий случай подальше отодвигаются? Ой, Константин, зачем ты об этом напоминаешь? Бутылки пластиковые, между прочим, не травма опасная. Может быть, надо одноразовую посуду завести на всякий случай в этой студии и вот на армрестлинг ставить ее. Саша, вы приняли вызов первый секретарь? Да, первый секретарь обкома КПРФ принял вызов и в самое ближайшее время вот такой батл с участием представителя новых людей. И достаточно уверенно можно говорить, что это будет Андрей Маковский и представителя КПРФ. А вот кто придет от коммунистов на эту встречу, на эту дуэль? Пожалел бы сам Маковский в своем батле. Да, возможно. Там разные могут быть варианты. Посмотрим, кого пришлют коммунисты. И будем ждать. В любом случае, будет интересно, кто бы от коммунистов не пришел. Надеемся, что, может быть, коммунисты все-таки определятся с кандидатом в губернаторы. А вот это произойдет прямо в рамках этого эфира. Придет этот человек и скажет, вот вы тут, господин Савенко, гадали? Гадали. Баев, Можко, Мурылев, Алексеенко. А это я. Но я, правда, не знаю, кто это будет. Ну, поживем. Увидим. Действительно, вот, интересно. Интересно. Саш, ну, еще одно значимое событие. Это неудглаве Новоржевского района. В тот же день окончательно, видимо, завершилась история Светланы Васильковой уже в суде, в кассационном суде. Неудглаве Новоржевского района. Ну что, Псковская яблость, все прекращает свое существование? Все идет к этому. Я думаю, вот, завершение главы, о которой ты, Константин, говоришь, завершение главы, я имею в виду, в истории, да, оно очень близко. Оно на самом деле где-то там уже... Усекновение главы. Ну, были у нас заголовки на ПЛН и такие, правда, не про яблочные главы, по другому поводу. Я напомню буквально в двух словах, что же такое Псковская яблость или так называемая Псковская яблочная аномалия. Это ряд муниципальных образований, такая территория, где по итогам выборов несколько лет назад победили кандидаты от партии Яблоко. Неожиданность, безусловно, но тем не менее, вот они пришли работать в эти муниципалитеты и совершенно по-разному стало складываться у них там. Кто-то достаточно быстро, в полном соответствии с прогнозами обозревателей ПЛН, перешел под знамена партии власти. Как мы знаем, это такой традиционный для кандидатов от оппозиции путь. Не только яблочники проходили им, эсеры в свое время массово пошли, причем много-много лет назад, полтора десятилетия назад, в трех районах одновременно ушли под знамена Единой России. Ну и, в общем-то, отчасти так произошло и с кандидатами-яблочниками. Это и Дновский район, Михаил Шауркин не просто стал членом партии, но и возглавил местное отделение Единой России. Уж так сказать, воцерковился так воцерковился. Совершенно верно. Немножко другая история была с главами Гдовского и Плесского района. Там как-то не так все было очевидно, посложнее проходило. Вдобавок главы там были не такие, скажем так, прямолинейные. Да, они что-то бывало темнили, юлили, давали какие-то обтекаемые. Сидели на всех возможных стульях одновременно. Да, можно сказать и так, но это было достаточно странно, когда уже журналисты получили информацию о том, что, например, глава стал сторонником Единой России, об этом объявляется публично. А когда журналисты задают ему вопрос, он говорит, ну вот я вам не могу ответить, почему вы адресуете этот вопрос мне, спросите у кого-то другого. Возможно, и стал, но это не точно. Ну да, по-русски говоря, мы офигевали, да, ну вот что это за поведение. Тем не менее, сталкивались и с этим. Но теперь, правда, уже другие главы, все в тех районах, Гдовском и Плюском, о которых мы только что вспомнили. С определившейся политической ориентацией. Да, они теперь не входят в ту самую псковскую яблочную аномалию или псковскую яблость. Это, если говорить, как когда-то оговорился Лев Шлоутберг, именно с его, так сказать, легкой руки появилось это определение. И мы дошли до двух районов, оставшихся из этих пяти. Это Новоржевский и Пустошкинский, где продолжали руководить женщины-главы яблочницы. Светлана Василькова, Пустошкинский район, отправленная в отставку, и которая действительно, Константин, несколько дней назад, ну, можно сказать, получила последний отрицательный ответ из суда. Не пошли в судах ни здесь, в области, ни в Петербурге. По-моему, это, как он называется, третий операционный. Третий, кассационный, да. Кассационный суд, совершенно верно. Кассационный суд, последняя. Ну, есть еще, конечно. Ну, я думаю, я думаю же всерьез говорить о том, что удастся Светлане Васильковой и Яблоку Псковскому, которая ее поддерживает, ну, что-то там в этой ситуации изменить, я думаю, это нереально в нынешних условиях, вот в этой новой политической реальности, тем более, я думаю, можно уже уверенно ставить точку, тем более, там избран глава в Пустошкинском районе, тоже муниципалитет вернулся в вертикаль власти. Никакая это теперь не яблочная аномалия, а вертикально ориентированный район. Ну, а что касается Софьи Пугачевой, то да, да, я думаю, подходит к завершению. Так или иначе. Так или иначе, кто-то скажет, к сожалению, кто-то порадуется, зная о том, как там не просто складывались отношения с самого начала главы Яблочницы и с местными депутатами, и с представителями муниципальных элит, и с региональным центром, как все было, непросто, и ничего хорошего, в общем-то, не вышло из такого вот формата взаимоотношений, когда большинство в районном собрании единороссы, глава представителя оппозиционной партии, все это в условиях вертикали, все это в непростых отношениях с региональным руководством. Сейчас эта история подходит к концу, ну а технично завершить этот процесс поможет та самая муниципальная реформа, о которой мы много в этой студии уже говорили, ну и выборы, сентябрьские муниципальные выборы по-новому. Вот, собственно, все понятно, что там уже будет происходить дальше, и я думаю, совсем скоро руководить и в Новоржевском районе будут уже совсем другие люди. То есть схема Васильковой, два неудоподряд и ожидание между ними в отношении Пугачевой не будет применима? Нет, нет, нет. Процесс пойдет гораздо быстрее, естественнее. Гораздо быстрее и немного по другому сценарию, что, в общем-то, приведет, ну, практически к тому же самому результату, выпиливанию главы Яблочницы, главы оппозиционерки из вот этой конструкции и встраиванию района вертикаль власти. Почему-то пришло на ум такое циничное сравнение. Мало того, что женщины, так еще и Яблочницы, да? Вот две очень похожие истории глав района. Люба, я не против женщин во власти совершенно. А кто же себя знает, Константин? Да, это всем известно. Начинается тоже вопросом задаваться. Да, ну вот действительно, по-своему похожим образом эти две истории заканчиваются. Ну что, Саша, спасибо за политические комментарии. В этот непростой праздничный первомайский день мы все работаем. Как вот и лидер наших псковских профсоюзов Игорь Иванов говорил, что это рабочий день. Ждем тебя, собственно говоря, в этой студии ровно через неделю. Да, приглашайте, готовы к вам прийти, хоть в праздничный, хоть в предпраздничный, хоть в постпраздничный день, когда угодно. Мне у вас очень нравится здесь, прекрасная атмосфера. Спасибо, Саш. Пошел за новыми политическими новостями наш политический обозреватель Александр Савенко. Ну а мы двигаемся далее и анализируем те темы, которые наши коллеги, так сказать, рассматривали под разными углами зрения на минувшей неделе. И дальше уже такой вот интересный экономический ракурс мы возьмем и интересную тему рассмотрим. Правительство России одобрило законопроект, расширяющий применение гражданами вне судебной процедуры банкротства. Сейчас физическое лицо с долгом от 50 до 500 тысяч рублей и оконченным из-за отсутствия имущества исполнительным производством может подать заявление о своей несостоятельности через МФЦ. То есть такая достаточно элементарная процедура. Через полгода его долги списываются при условии, что за это время не появляются оснований для прекращения процедуры или ее перевода в судебный порядок. Новые правила, которые должны заработать в этом году, раздвигают границы задолженности. В частности, нижняя планка банкротства для физических лиц снизилась с 50, дорогие друзья, до 25 тысяч рублей. А верхняя повысится до миллиона рублей. Срок до повторного внесудебного банкротства сокращается вдвое, до пяти лет. Ну иными словами, варианты стать банкротом у вас расширились во всех направлениях. А вот плохо ли это или хорошо, наши коллеги из программы «Дневной дозор» спросили у ряда экспертов. Но прежде чем слово предоставить, Кость, как ты думаешь, вот этот законопроект хорошо или плохо? Это отвратительный законопроект, его авторы превращают нашу страну, вот, собственно, как у нас в заголовке, у меня за спиной написано. Это будет «Страна банкротов». 25 тысяч рублей долга теперь позволяют банкротиться. У нас средняя зарплата по региону к 40 приближается. Что, с ума сошли, что ли, уважаемые законодатели? Ну, 25 тысяч, ну, это провокация людей в иждивенчество просто погружает. Какой-то 25 тысяч должен, не хочу искать способы выплатить этот долг, пойду-ка я забанкрочусь. Да, какие мне санкции, а руководителем я не смогу быть и депутатом не смогу быть. 99,9% людей скажут, да мне пофиг, что я не могу быть. И так ими не бывают. Да, и самое главное, что там еще повторное банкротство, период сократили в два раза. То есть это можно вообще такую традицию сделать, как некто, я не знаю, там, ну, это, как некто выпивает по воскресеньям. А не пора бы обанкротиться, да? Эти будут обанкротиться регулярно с такой же. Ну, по-моему, это отвратительно. Давайте послушаем мнение все-таки экспертов. Да, Псковский промышленник, генеральный директор холдинга НПН Игорь Савицкий будет первым, кто выскажет свое профессиональное мнение. Давайте послушаем комментарий Игоря Николаевича. Никакого значения, так сказать, накрыть не имеет, никакой основной банкротов мы не будем, потому что человек за банкротство так просто не платит. Разумный человек. Ну, сами подумайте, за 10 лет, два раза обанкротились, и приходите, устраиваются на работу в утрене от лица в лесу. У вас кто-нибудь возьмет на работу? Я думаю, нет, у вас будут большие проблемы. Получением кредитов там, ну и так далее. Там, расходчик там и всего прочего. То есть вы сильно будете ограничены у своих экономических правах. Люди на такую процедуру, я считаю, так просто идти не будут. Так что там она будет непопулярна, такая процедура в любом случае. Я думаю, что эту инициативу, наверное, выйдут на банке, чтобы поправить свое не финансовое положение, а свои бумажные дела по специальному кредитам. Сейчас же там много микрокредитов. Наверное, еще много невозвратов, таких сумм, как там 25, 30, 40 тысяч. Ну, чтобы улучшить свою баланс на бумаге, это опять чисто такая бумажная, техническая работа. Они вот выдвигают такую инициативу, что со своего баланса вот эти невозвратные кредиты. Вот интересный ракурс, под которым Игорь Савицкий смотрит на этот вопрос. Не в том интересен, что Костя тебе противоречит и говорит, ни в какую страну банкротов мы не превратимся. Игорь Николаевич, все-таки человек работающий, и большинство из нас люди работающие. А кому-то только за счастье никогда работу не находить и использовать в том числе и повод банкротства. На самом деле, я отчасти согласен с Игорем Савицким, потому что вот эта тема с микрокредитами, большинство же должников, они вот до 100 тысяч, да, и, наверное, это как-то вот для банков эта тема интересная. Ну, вот я тут не настолько глубоко погружен, как Игорь Савицкий, вероятно, поэтому, конечно, остается, ну, тут либо вот, ну, я думаю, что есть смысл доверять этой точке зрения. Еще одно мнение, мнение председателя регионального отделения общественной организации «Опоры России», тоже известного псковского бизнесмена Валерия Лесникова. Давайте его, собственно говоря, и послушаем. Что такое 20 тысяч или 25 тысяч рублей? Это месячная зарплата. Мы наплодим и на Хребников, ну, и те фирмы, которые будут давать эти деньги в долг. Это, ну, неправильный экономический подход. Я так тоже считаю, с вами согласен, что так делать не надо. Я не знаю, кто был инициатором этого, ну, этих возможных изменений. Ну, ну, например, мы на «Опоре», я же часто езжу в разные регионы, мы встречаемся, проводим разные форумы, но такого, таких инициатив у «Опоры» не было. И потому что «Опора» — это Содружество и общественная организация предпринимателей, которые ратуют за то, чтобы страна экономически развивалась и повышалась благосостояние населения, потому что в конечном итоге малый бизнес оказывает услуги и продает товары населению. Если у населения будет больше средств для покупки, естественно, ну, малый бизнес будет лучше работать и лучше себя чувствовать. Но при этом нам не нужна, на самом деле, страна банкротов. Ну, вот, здесь дело не в том, что там чье мнение с кем, конечно, совпадает, но вот мнение тоже представителя бизнеса, объединения бизнесменов, что ж, вот, есть опасения, мне кажется, все-таки. Еще одно мнение у нас заготовлено интересное. Председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» депутат областного собрания бизнесмен Олег Бричак считает инициативу о снижении нижней планки банкротства, цитирую, «замечательной». Следующим шагом, по его мнению, нужно дать шанс людям, прошедшим банкротство, на реабилитацию во всех кредитных учреждениях. Пока что в нашем государстве к банкротам относятся как к прокаженным. И в том плане Олег Бричак знает, что говорит, в течение нескольких лет он и сам находился в шкуре банкрота. Это тоже известная история. Я предлагаю послушать мнение Олега Бричака. В нашей стране, к сожалению, к банкротам отношение крайне негативное. Им не дают кредиты, им не дают ипотеки, они не могут участвовать в каком-то бизнесе, где завязаны банки. То есть получается, что эти люди становятся из разряда прокаженных. Что мне кажется совершенно недопустимо, и я буду это решать на законодательном уровне. То, что касается снижения вот этой нижней планки, для того, чтобы наши граждане имели право без суда списать вот эти долги, которые у них образовались, это замечательная помощь для наших граждан. И нечасто я хвалю наше правительство, но в этой ситуации я их хвалю. Потому что они понимают реальную ситуацию, в которой наши граждане на сегодняшний день живут, и дают им такую возможность. А внесудебное признание человека банкротом, оно позволяет гражданину более просто, скажем так, списать в себя долги и более дешево. Не надо нанимать каких-то там юристов. Следующим шагом, лично я буду это инициировать, чтобы люди, которые прошли процедуру банкротства, имели шанс на реабилитацию во всех кредитных, финансовых и прочих учреждениях, чтобы к ним относились не как к каким-то людям второго сорта, а как к полноценным участникам бизнес-процессов. Ну вот тоже точка зрения «за» в пользу закона. Я только хочу небольшую ремарку сделать, что Олег Бричак, он, конечно же, действительно не понаслышке знает, в отличие от нас, наверное, вот всех, эту ситуацию. Он действительно прошел процедуру банкротства, все эти вот мытарства, которые еще вот по старой схеме были. Но все же у Олега Бричака немножко другая история. У него история была не 25-ти, там и 30-ти тысяч, и не микрофинансовая какая-то история. Но он не раз сам рассказывал эту историю своей, так сказать, вот этой, своего банкротства. Ну, как бы вот он имеет, естественно, право на свое мнение. Но вот у меня все равно есть, остается этот скепсис, связанный с вот этой нижней, нижней планкой. Ну, 25 тысяч, не надо подталкивать людей-то при первых же трудностях, а 25 тысяч, это, в моем понимании, первые же трудности. Полгода не платить за квартиру однокомнатную, мне кажется, там 25 тысяч набежит, за двушку точно набежит. Ну, так что же? Приставы работают четко, механизм пойдет быстро. Здесь еще есть какой нюанс. Я вот, опять же, не банкер, тут, наверное, Игорь Савицкий бы лучше это все пояснил, как представитель крупного бизнеса. Но вот это все будет списываться хорошо, люди-должники получат там возможность по-быстрому списать. Простите, за чей счет банкет? Банк такой вот это будет, значит, а, ну ладно, этому 25, тому 50, этому 75. Какая-то щедрость очень, не знаешь. Эта щедрость, мягко говоря, я так думаю, будет за счет кого? Как всегда, добросовестных платильщиков. В результате проценты по платежам будут постепенно расти. Почему? Потому что банки и те же микрофинансовые организации, будь они неладные, но они разрешены нашим законом, пока не запрещены, к сожалению. Они будут, соответственно, закладывать вот эти риски, а эти риски будут достаточно велики. Я так понимаю, сейчас очень много банкротств будет еще больше по новому закону. Они будут просто закладывать, списывать это заранее, а разницу перекладывать, извините, на тех, кто добросовестно, ежемесячно платит по ипотеке, да хоть по тому же микрофинансовому кредиту. Спасибо тебе, родное государство, от честного налога, кредита и кого-то еще платильщика. Это еще подкинуло проблему. На самом деле я с тобой согласна в плане того, что это подталкивает людей к социальному иждивенчеству. А сейчас и без того очень многие люди готовы сесть на любую шею. Как правило, эта шея именно государственная, и все там сводится к тому, что, как ты говоришь, за чей-то счет кто-то живет, получая там социальные всякие пособия и так далее. Вот этой государственной шеи, ее, так сказать, в физическом смысле не существует, потому что, да, они садятся формально на шею государства, но государство это не тот ломовой битюк, который, значит, впрягся и понес, и этого еще, и этого понес. Нет, государство, оно тут же быстренько думает, на кого я это распихаю. На наши маленькие шеи, налогоплательщиков, дорогие друзья. Да, да, здесь вариантов нет. Это как у Маргарет Тэтчер, да, не бывает государственных, там, этих денег, бывают только деньги налогоплательщиков. Так и здесь, это будут не проблемы государства, это будут проблемы тех, кто платит. Мы, опять же, так сказать, поощряем людей каких-то на то, что брать кредит ведь это ответственность. У нас русский человек до сих пор не до конца вот этот тонкий момент понимает. Кредит это ответственность. Ты должен думать, сможешь ли ты выплатить. У меня у самого достаточное количество знакомых, которые рассказывали и рассказывают о том, как они берут кредит, я знаю их доходную историю, у меня вот такие круглые глаза. Я думаю, вы что, люди вообще, вы как? Мне ничего людей не пугает. И государство им сейчас протягивает руку помощи. Ничего, чувак, если ты не потянешь, обанкротишься, ничего страшного. Главное, чтобы у тебя имущества не было, чтобы себя списали. Каждый год мы изумляемся, насколько у нас закредитованное население. Там уже, по-моему, цифры перевалили за какие-то немыслимые триллионы рублей. Вот уже сейчас по факту. А теперь у нас еще есть разумные механизмы для того, чтобы где-то поощрять все это. Ну что ж, очень жаль. Очень жаль. Ну, поживем, увидим, видим, да, что вот есть оптимистическая точка зрения. Прежде всего, мне вот понравилось, я первый раз услышал сегодня комментарий Игоря Савицкого. Мне эта мысль насчет технической, так сказать, технической стороны банкротства, она мне в голову не приходила. Я думаю, что здесь есть некое, так сказать, разумное зерно. Правда, все равно как бы вопрос списания, на мой взгляд. На кого? Да, он остается. Ну что ж, будем заканчивать нашу программу. Вот этот понедельничный, околопраздничный, я бы сказал, по скрипту. Мы традиционно, напомню, выходим по понедельникам. Каждый понедельник с 13.05 до 14.00 на ПЛН-ФМ программа по скриптам. Сегодня мы завершаем в усеченном составе. Константин Кольниченко. И Любовь Кузнецова. Буквально, так сказать, демонстрационную первомайскую программу. Сворачиваем, Константин, и пошли сажать картошку. Или, может быть, успеем еще на демонстрацию. Всем пока. Счастливо.